Световые качели едва успели появиться на площади трудовой славы, как сразу же привлекли внимание горожан. Уже во время того, как их монтировали, копьячане подходили и интересовались, а некоторые даже пробовали качаться. Спасибо за то, что для нас стараетесь, сделаетесь. Качели для нас делают. Новые конструкции облюбовали не только дети, но и взрослые. Надежность качелей позволяет выдерживать до 300 килограммов нагрузки, поэтому на них можно садиться по два или три человека. Нам очень понравилось. Детям, конечно, много всего делают. Я смотрю, преображается у нас, да, Копейск, как в Челябинске становится. Все лучше и лучше. Ну, хорошо, молодцы, правильно, в том же темпе и дальше. Вечерами уже гуляли? Видели, как тут ярко? Да, мы гуляли один раз, нам удалось прогуляться, красиво. Дочь у меня стала сразу же, мама, сфотографируй нас. Красиво, конечно, очень. Можно покачаться всей семьей, да, не то, что одного ребенка ты посадил и качаешься, всей семьей можно прокатиться. Классно. Мне качели очень понравились, они с ними очень удобные. Ты сел и чувствуешь себя очень классно. Подобные качели, но без световых элементов, появились и в других скверах, а также поселках городского округа. Это Темника, Калинина, в поселке Старокомышинск, Октябрьский и на Горнике. На Горнике и на Потанино. Световые арки уже появились на поселке Октябрьском, они там своеобразные, полуарки со звездами, но они тоже называются арками. На них подсветка, горящие звезды, они уже установлены тоже, жители их уже видели. Это все сразу включается в работу, это все светится и, соответственно, останется не только на день города, но и после этого. В данный момент на сквере Калинина монтируются арки через тротуар по пешеходному переходу. Что-то будет тоже типа тоннеля это выглядеть, ну, собственно говоря, больше это все-таки фотозоны. Арки появились и в сквере Темника, а также в поселках Старокомышинск, Горняк и Потанино. На все конструкции и световые элементы действует гарантия в течение трех лет. Однако она не предусмотрена в случаях вандализма. Поэтому Управление благоустройства просит жителей бережнее относиться к новым арт-объектам.